Здравствуйте, друзья! 15 мая отмечается Международный день семьи. Семья – словечко странное, хотя не иностранное. Как слово появилось, неясно нам совсем. Но я, мы понимаем, а почему их семь? Не нужно думать и гадать, а нужно взять и посчитать. Два дедушки, две бабушки, плюс мама, папа, я. Сложили? Получается семь человек. Семь – я. А если есть собака, выходит о семьях? Нет, если есть собака, выходит о семьях. Сегодня я хочу познакомить вас с главой из книги «Живые истоки», которая называется «Семья». Мы с вами познакомимся и узнаем о том, как же жили поморские семьи, какие у них были обычаи и традиции. Итак, семья. Давным-давно жила была в северной деревне семья. Ни велика, ни мала, меж собою дружна. Оно и понятно – дружно, не грузно, а врозь хоть врозь. Хозяина звали Терентий Федорович. Был он высокий, достатный, к любой работе, ладный. Летом сено заготовить, да баню новую построить. А как лето на убыль пошло, тут самое главное дело подоспело – урожай убрать. Свозить на гумно рожь, овезду ячмень, скосить горох, выкопать картошку, засолить капустки хрусткой. Вот уж и время, и зябь, пахать, некогда отдыхать. И зимой хозяин не без дела. То в лес по дрова, то валенки скатать, то сеть рыболовную связать, то прорубь сделать, да рыбы наловить. В праздник на ярмарку в город съездить, детям пряников купить, а хозяюшке шаль нарядную. Хозяйку звали Дарья Петровна. Была она характером ровная, приветливая да работящая, но не суетливая, но любое дело сметливое. А если в другой была, разве бы в дому управилась, встает Дарья Петровна раньше всех. Печь топит, да дело торопит. На всю семью надо хлебов напечь, каши да кисля наварить, картошки с молоком притомить, хозяину ту и сок с обедом в поле наладить, коровке да овечке пойло поставить. А еще на дворе и свинки, и курочки, и уточки. И все есть хотят, все ждут хозяйку. Весь день Дарья Петровна по дому хлопочет, корова подоет, яйца соберет, постирает и заштопает одежду. Хорошо бы успеть и полотна накроить, да ребяткам обновь нашить. Не зря ее зовут Большухой. А ребяток в семье было пятеро. Катеринушка да Аринушка, Тимофей да Андрюша, а последний сын Ванюша. И велик, и мал всяк свое дело знал. Катеринка первая помощница у матери. В доме порядок не вести, полочку поднести, воды принести. Если время приспело, с утра на сенокос поспешает. А тут и грибы, и ягоды в лесу пошли, и гряды поливки требуют. А Ринка с сестрой на огороде бок о бок трудится. Хотя у нее есть и свои обязанности. Посуду помыть, с Ванюшей погулять, куклу куму из соломы для него смастерить, кур со двора собрать, овечек да корову с пастбища встретить. В свои девять лет она уж и прясть отлично умеет. Тимофей да Андрей тоже свои заботы имели. Дров наколоть да в поленицу сложить, коня в ночное сводить, хлев вычистить, за сеном съездить, отцу, если в чем нужда, пособить. Один Ивашка без работы жил, потому что малый был, у всех он в любимчиках. Кто ягоду сладкую даст, кто песню споет, и каждый приласкает. А еще жили в доме старенькие отцовые родители, дед Сила Степанович, да бабушка Акулина Ниловна. Бабушка шерсть ввела, да носки варежки вязала. Этому рукоделю она и внучек выучила. Посадит рядышком, и дело покажет, и сказку расскажет. Под мудрую сказку и работа веселее идет, и узор на варежках нарядней получается. А еще бабушка песни петь была мастерица. Как запоет, все в доме заслушаются. Слушай да перенимай. Дед Сила мастер был, а то и сам берестяным да корзинам. А для внуча сплел лапки с подковыркой. Младшему Ивашке смастерил на забаву свистульку до козу рогатую. Вечером соберется семья за столом, в самоваре со всех сторон лица веселые отражаются. Уж как вкусны пироги, а все же главное веселье не от них. Про то дед Сила сказал, как в точку попал. Не нужен и клад, он и в семье лад. Мы приглашаем вас в нашу библиотеку за интересными и увлекательными книгами, которые можно почитать всей семьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова